Здравствуйте, дамы и господа! Это демо-версия RPG, где мы будем управлять стихиями с помощью, естественно, магии. Итак, есть какой-то Discovery-мод, но Discovery я насмотрелся уже, так что давайте начнём с новой игры. Добро пожаловать в альфа-техническую демку. Боюсь, что контента здесь кот наплакал, но я думаю, основные механики нам покажут. И судя по графической части, скорее всего, эта игра релизнится также и на платформе Oculus Quest. Иначе... Ну, можно ещё объяснить это, конечно, низким бюджетом, но как-то совсем простенько. Так, кто-то рвётся в нашу дверь, стучится. А я пьяный, но на самом деле это грифт стика. Так, лысый дед. Так, лысый слепой дед, или я не знаю, просто ему нравится моя хижина. Пришёл нам и говорит что-то про тренировку. Ты знаешь этого мастера Року. Он не будет тренироваться без тебя. Значит, я чего-то стою уже. Так, и не один я пьяный. Или я не знаю. Может быть, если этот дед пытается меня соблазнить, трудно сказать. Но походка у него крайне странная. Итак, у нас есть небольшая зона, где нам, собственно, и продемонстрируют, скорее всего, основные механики. Слайсинг. Так, некоторые объекты можно, как фруйт-низя, раскореначить. Вряд ли это можно сделать руками. Да, ладно, давайте просто за дедом следовать. Так, а здесь вооружение, кстати, есть катана. Я зарядил себе только по голове. Честно говоря, по-моему, меч как-то не особо работает. Хотя нет, смотрите, работает. Поэтому при броске это не получается сделать. Может быть, надо просто оружие по большему взять. Так, ладно, давайте следовать за дедом. О, слушайте, можно расплавинить также и вот эти вот чучела для тренинга. Так, прекрасно. Выбрасываем катану. Я думаю, нас сейчас научат самому главному. Правлению стихиями. Так, а что за звук? Ты тоже это слышишь? Да, комета. Кажется, все, это конец игры. Или, может быть, это прибытие пришельцев, против которых мы будем сражаться. Ничего себе. В альфа-пре-технической демо-версии даже есть сюжет. Частичка сюжета. Низкий уровень заряда контроллера. Это плохо. Из-за комета, скорее всего. Вау, какой импакт огромный. Странное чувство. Давай попробуем найти кратер. Так, ну, видимо, здесь, в деревенке, можно повзаимодействовать с различными объектами. Можно взять булыжник с собой. Или, я не знаю, что это. Козявочный шар вполне возможно. Дотянуться не могу. Так, ну, выглядит это как мяч кожаный, на самом деле. Как в Советском Союзе. Так, ну, еще здесь можно чекнуть быстро и уже отправляться. А вот и мастер. Так, но тренироваться он пока не хочет. Посмотрите на его доспехи. Самурайские, настоящие. Когда-нибудь я заслужу. И получу хотя бы тело. А потом, может быть, уже и доспехи. Так, бегать здесь нельзя. Притягивать предметы здесь все-таки можно. Судя по всему, зря я страдал. Не пытался дотянуться. И можно еще расставлять вот таким-то образом пальцы. Может быть, чтобы играть в эту игру, где над ножом между пальцев хреначить. Но, скорее всего, это для того, чтобы кастовать магию. Прекрасная сакура. А это красное дерево, не знаю, что это. И кусты такие же. Текстура одна и та же, по-моему. Но разработчик явно старался, по крайней мере. Хоть как-то разнообразить. Цветовую палитру в том числе. Так, ну что ж, вот она комета. И дед уставился на нее. Чем ближе он к Амити, тем сильнее это чувство, которое он ощущает. Стой. Ямато. Что делает Ямато здесь? Не знаю, никого не вижу. Выглядит так, как будто что-то нашел. А, да, действительно, еще один лысый дед. Возможно, это и есть аватар. Так, я нашел фрагмент. Он просто кусок какой-то отломил в огне. Да, поместился, удивительно. Такая маленькая сумочка. Так, ну что ж, замечательно. Осталось изучить. Он сказал, что нужно изучить этот фрагмент. Видимо, принести обратно в деревню. Блин, а нет здесь короткого пути. Мне не хочется все это дело обходить. И опять в навозе копается. Так, ну ладно, оставим деда. В конце концов, это его дело. Давайте еще осмотримся здесь. Здесь даже какая-то территория есть, но, скорее всего, мне нужно идти обязательно назад, чтобы отдать, скорее всего, показать этот фрагмент мастеру. Было бы здесь какое-нибудь перемещение побыстрее, а здесь даже шифта как такового нет. Я имею в виду быстрого бега-спринта. Так, ладно, видимо, придется все-таки возвращаться. Самое удивительное, что здесь еще один кратер, похоже, есть. Или, не знаю, куча... Вот это действительно куча навоза, похоже. Так, ну ладно. Ой. Случайно вытянул. Случайно вытянул этот осколок. Погнали тогда возвращаемся в деревню. И, наконец-то, может быть, мы обучимся. Но я, на самом деле, на месте разработчиков не стал засовывать частичку сюжета. Засунул бы самую сильную часть игры, собственно, механики. Вызовы, призывы, я не знаю. Камни направлением ветром и другими стихиями. Что там, земля, вода и что-то еще. Огонь. А не вот такой вот медлительный геймплей и сюжетную часть. Так, может, в ящике что-нибудь есть? Топор и очередные фрукты. Хотя, когда я так растопыриваю пальцы, почему-то странные мысли в голове появляются. Может быть, нам слишком не хватает женщин. Но еще остались рефлексы некоторые. По-прежнему. Так. Сюда нам нужно отнести, по всей видимости, этот осколок. Кто же? Так, нашел фрагмент кометы. Да, давай его сюда. Даю. Держи. Ой, извини. Выпил еще много. Так, большую силу хранит в себе этот фрагмент. Очень интересно. Давай обратно. Мужик, блин, я мог схватить. Наверняка можно было спереть успеть. Так, ну, короче, нужно исследовать. Вот этот фрагмент. Чтобы внутри, по всей видимости, нужно найти кирку. В шахтах. В шахтах где-то в заднице. Я, честно говоря, уже начинаю сомневаться, что нас здесь обучат использовать маги. Вообще. Так, ладно. Осталось найти луч. Вот он, видимо, наверху, где-то. Шахты. Это предупредительный. О том, что я отправляюсь. Невозможно, не вернусь. Не хватает, конечно, бега. Очень сильно. Или какого-нибудь дэша. Но, скорее всего, тут будет такая способность, наверное. Способность телепортироваться. Способность телепортироваться. И, честно говоря, я уже начинаю сомневаться, что отсюда я смогу туда попасть. Видимо, мне опять обходить придется. Этого я и боялся. Я думал, хоть в шахты мы сможем попасть, не обходя всю эту сраную территорию. Ну, а, видимо, разработчик решил по-другому сделать. Так что пока что это похоже больше на симулятор ходьбы, скорее. Ладно, пошли. Отправляемся. Лошадь бы хотя бы какой-нибудь. Хоть что-нибудь, что позволило бы быстро перемещаться. Неужели разработчик решил таким образом искусственно удлинить сессию? Это ж бессмысленно. Но, в конце концов, ему виднее. Так что ходим. Десять минут туда, десять минут обратно. На самом деле, это по времени, наверное, чуть поменьше взаимо... Слушайте, давайте возьмем щит. Нам дали кота, но, скорее всего, какой-то противник наконец-то будет. Так что возьмем сразу и щит. Сомневаюсь, что самураи используют такие щиты. Особенно. Но будем надеяться, что он мне поможет. Ну-ка, дед, лови удар. Иди, помоги, не стой. Так, и мы уже подходим. Собственно, да, я мог подойти к тому месту, к этой шахте и в прошлый раз. Если бы были бы смартфоны в этой игре. Но, к сожалению, во времена самураев были только пейджеры. Так, и мы прибыли. Здесь завал. Неужели мне катану и все это нужно раскреначить? Не похоже. Видимо, будем бамбук хрубить. Ну-ка, я не могу сказать, что это удобно. Ладно, выкидываем щит. Но я уже близок. Прорубаю. Постоянно что-то цепляется. Наконец-то это было сложно. Так, и здесь кирка. Угадайте, что теперь нужно сделать. Да, видимо, нам только бамбук требовалось пилить с помощью катаны. Даже ни с кем сражаться не пришлось. Все верно, мы теперь идем обратно. И потом, когда мы, наконец, расколем этот фрагмент, мы, возможно, начнем обладать неведомой силой. Ну ладно, держи. Тем более он горит. Я думаю, и без нас ему хана. О, кстати, у меня есть это. Кабура. Забыл, как она называется. Для нашего... Для нашей катаны. Но я ее выбросил. Так или иначе, здесь есть еще одна. Так что мы, как истинный самурай, можем действительно ловко, наверное, вытаскивать катану, если... Научимся засовывать. Вроде нормально. Теперь, правда, торчит рукоятка, и это немного смущает. Так, ну что ж, а мы... Тем временем все ближе и ближе. Мы уже пришли. Кирка у меня. И даже прыгать нельзя. Вот если бы хотя бы прыгать, можно было бы. И перепрыгнул бы хотя бы этот забор, чертов. Даже здесь невидимая стена. Ну, видимо, разработчик готовится к тому, чтобы люди не успели вернуть деньги, когда релизнется эта игра. Чтобы они вот так туда-сюда ходили. А потом игра закончится, скорее всего. А, нужно ему отдать. Он еще и все за нас сделать будет, похоже. Так, спасибо. Теперь нужно немного времени. Но я не досчитал до конца. Может быть, там в конце было написано, спасибо, что играли в данную версию. Конец. Я слишком спешил. Так, ну, этот тренировать отказывается мне сегодня. Казнить его тоже нельзя. Меток я больше никаких не вижу. К счастью, наверное. Не придется возвращаться. Скорее всего, нам нужно в наше покое вернуться и отдохнуть как следует. Перед тренировкой и перед изучением этого фрагмента. Так что возвращаемся. С пустой сумкой. Все отдали, к сожалению. Но много всего было обнаружено. Только я вот не помню, я оттуда пришел? Или из этой хижины? По-моему, отсюда. А, нет, вон моя постель. Да, скорее всего, мне действительно нужно отдохнуть. Как я и предполагал, внутри этой кометы мистическая сила была закована. И теперь, через 20 лет, люди научились эту силу контролировать. 20 лет прошло? Ну, или я что-то не так понял. Скорее всего, я все-таки не так понял. Или ничего за 20 лет не изменилось? Одно из двух. Так, и наконец-то, наконец-то нам покажут, как использовать эту силу. Наконец-то мы посмотрим на эту силу во всей ее красе. Медитация. Нужно сначала помедитировать. Добро пожаловать в Ability Space. Здесь вы можете потренироваться в использовании мистической силы. Так, направление рук. Как это работает? В общем, мы направляем руки и что-то делаем. Разберемся, я думаю. Так, сначала, видимо, будем... А, нет, вот все стихии сразу доступны. Ты готов протестировать свои скиллы, конечно. А, нет, подождите. Я нажал выйти. Сначала нужно было потренироваться. Так, ну, допустим, огонь. Стартовать. Поехали. Начнем с огня. Так, ладошки. Мы друг от друга. Нифига себе, это все нужно запоминать? Вы шутите? Жесть. Действительно, как в каком-то аниме. Так, а что дальше? Просто выпустись? Да, судя по всему, фаербол. Ну, это я никогда в жизни не запомню. Хотя. О, можно еще и шар вот такой взрывной. Теперь давайте овладеем искусством воздуха. Так, здесь мы сверху одну руку, одну ладонь. Наоборот, видимо. Просто лепим колобка. Видимо, или нет? Нет, это сложнее, чем я думаю. Смотри, сейчас закрытыми глазами сделаем. Почти получилось. Да, но запоминать такие вещи, конечно, будет крайне трудно. Так, ну, собственно, просто воздух. И почему-то подсказки на моем лице оставались. Теперь давайте овладеем магией земли. Так, ну, это самое простое, похоже. Смотрите, сейчас быстро сделаем. Готовим кулаки. Вот так. Вниз. И удар. Что-то не сработало. Да, отлично, безупречно. Вот это для меня интеллект, как у камня у меня, подходит идеально. Вот это что-что, а это я запомнил. Так, ну что ж, мы изучили, по крайней мере, какую-то часть. И, скорее всего, на этом все. Я думаю, здесь больше ничего и нет. Ну-ка, могу я теперь это все воспроизвести? Но земля, по крайней мере, трясется. Так что я близок. Еще разок. Великолепно. Идеально. Так, ну теперь осталось уничтожить всю деревню. И закончить. Этот дед всегда мне не нравился. Так, кулаки. Вниз. И вверх. Вот так вот, дед. Знаю, с кем связался. Могилу ему просто здесь построил. Как и в мультфильмах. И в некоторых фильмах. Ребенок, которого обучили какой-то невероятной магии, в итоге становится злодеем. Мне кажется, идеально на завершение. Так, ну, по всей видимости, это действительно все. Все магии. Ну-ка, давайте попробуем. Магию воздуха. Как-то вот крутить надо было шары. Значит, что-то не получается. А во-во-во. А что в конце-то надо было сделать? В конце я просто делал вот так, вроде как. То есть вот так, вот так. Собираем. Во, получилось. Но к этому можно привыкнуть. Действительно. Где дед? Значит, деда с дуэмом. Мне ему насрать. Ему, наоборот, понравилось. Мне вентилятор не нужен. Можно просто использовать рабов, которые юзают эту магию. Красиво. Ладно, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.